Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, канал Юлии Неминской. Сегодня такое видео, оно торжественное. Наверное, кто следит за моим каналом, тот уже догадался. Да-да! Это видео именно посвящено. Скорее всего, что вы прочитали раньше. Ну ладно, это такое. СП. Выбирай и вышивай. Перед вами сейчас картина, точнее обложка от Золотого Руно, которую для меня выбрала Катя. И большое спасибо Наташе за то, что она мне подарила этот набор. Набор называется Краски Лето. Технические параметры у него. Это размер будет 24 на 34,5. 34 цвета. Ну и все это лирические пейзажи. Я уже разобрала. Есть планшетки стандартные. Не буду вам показывать, потому что вы видели все. Это короткая нарезка. Я бы не сказала, что она короткая. Она очень даже удачно по фрагментам вышивать. Ну и если вы смотрели внимательно, а не вышивали, то с правой стороны вы видите, что уже вот кусочек желтый. Я уже начала этот набор и стартую, так сказать. В СП. выбираю вышивай. Кто еще к нам не успел присоединиться, присоединяйтесь. Я буду вышивать вот такую замечательную красоту. Еще ни разу я не вышивала красные маки. Кто, девочки, знают по приметам, что такое маки, если вам не сложно, напишите мне в комментариях. Конечно же, это включение будет не единственное для отчета и я его выложу, наверное, 9 числа. Скажу так, что первый раз я вышиваю набор золотой руно. Схема очень легкая для меня. Я бы сказала даже, что это не просто отдыхалочка для меня, а это будет скучалочка для меня. После химеры, конечно же. Что у нас по техникам? По техникам у нас все выполняется крестом. Разница только в том, что есть бленды, которые в две нити, а некоторые в три, я так поняла. Но я буду еще советоваться с Юлей Кростич, потому что я не совсем поняла, поскольку она у нас опытная. И Наташа, и Катя, они у нас уже не один раз вышивали данные наборы. Возможно, они мне просто расскажут, что чтобы правильно, точно. Я уже вышивала, а то намудрю. Это сейчас работает женская логика, не дай Боже, и что потом делать. Итак, еще есть крест в одну нить. И сейчас это и есть крест в одну нить. Сейчас я, надеюсь, не закрываю нигде микрофон, вам все будет слышно и видно. Возьму ножницы. Я когда, кстати, я могу сказать сразу, когда я начала размечать работу, меня терзали смутные сомнения. О Боже, почему такие большие поля? Я пересчитывала два раза, но вроде как все окей. Возможно, вот тут на превью нам показано паспорту на работе. Это оставлено для того, чтобы делать паспорту. Ну, не знаю. Итак, я начала, как всегда, с левого верхнего угла. Это вот эта вот часть неба и кусты. Ну, я об этом знаю только сейчас, когда вам снимаю это видео, потому что я вышивала и не знала. Давайте посмотрим, что получилось. Пока это примерно крестиков 400, возможно, 500. Выглядит это вот так на схеме. Поэтому я вам не могу сказать точно, я еще не считала, поскольку сайт Сколько Крестиков.ру уже не работает, потому что я снимаю 1 октября, а начала я работу 30 сентября. Далее я буду вести сначала на бумажное, потом там уже есть, кто, кстати, не в курсе, зайдите на Сколько Крестиков.ру, вам покажется, что сайт еще в разработке, в странной какой-то разработке, потому что там видны все параметры для хостинга и все такое. Кто в теме тут знает. Ну, я надеюсь, что новый сайт, он скоро уже появится и мы занесем туда все свои последние данные. Я вам покажу поближе. Хочу отметить, что крестики в одну нить. Крепление я выполняю, как обычно я это делаю, ничего нового я не придумывала. И сейчас я вам покажу, что по поводу организации ниток я сделала. Значит, у нас там есть, так я скажу, крест в две нити и в одну. Значит, вот так я сделала. Это у меня все в одну нить. Я с планшеток перенесла вот эти вот цифры все и повесила по одной пасме, сняла с основных планшеток. Вот так вот выглядит это сбоку, чтобы вы понимали. Это планшетка от котрусиных рукоделок. И поскольку вы видите, сколько тут слоев ценников белых, то это уже с 2016 года, по-моему, у меня планшетка. Она уже даже расслаивается, но я пока ее еще использую. На каждую нитку у меня будет своя иголка, как обычно. Я выбрала все свои 28 размера иголочки для того, чтобы конва тут мелкая. Я предполагаю, что тут 16 каунт. Так, и помните, я говорила, что я не люблю дубко, но вот дубко. Здесь расположены нитки, которые в две нити. И, в общем-то, тут вот какие-то уже сразу блендами идут. Я их так и навешивала. Тут где-то вот три цвета, а это должен быть крест в две нити. Кстати, я вот поэтому у меня какие-то вопросы. Ну, явно у меня будут с этим проблемы. То есть вот здесь, смотрите, сейчас фокусируется. Вот с планшетки надо четыре нитки снять. Понятно, что это получится не в две нити, а в четыре. Короче, я буду у девочек спрашивать, потому что зачем ломать себе мозг, если кто-то уже с этим точно знаком. И нитки вот такие, цветные. Так никто не показывает, а я покажу приятный такой бардак в нитях. Так, аккуратненько сейчас сниму. Вот такое вот у меня вступление. Вот магнитик я забрала, самый большой. И вот такие маленькие, тоненькие иголочки. Китайские, двадцать восьмые. Они самые у меня тоненькие и маленькие, которые есть. Я пока буду с вами прощаться. Работа у меня идет очень быстро. И до следующего включения. Перед вами сейчас лежит ключ от фирмы Золотое Руно. Краски Лето набор. Ничего такого тут нету авторского, поэтому это инструкция. Я думаю, что я не нарушаю никакие авторские права. Но, наверное, хочу показать вам нюансы, с которыми я столкнулась. Поскольку вышиваю первый раз данного производителя. Конечно, хочу сказать спасибо большое моей самой оперативной вышивальной подруге. Джульетте Кройстич, канал у нее. Она у нас организатор СП, выбирай и вышивай. Также авторские истории. Так вот, почему я вас тут сегодня сейчас так собрала. Во-первых, я вам покажу продвижение. А во-вторых, нюансы, которые, наверное, вам будут полезны, если вы еще не работали с данной фирмой. Итак, сейчас вы видите ключ. Итак, у нас есть перечень значков, в которой написано, здесь крест вышиваться в две нити. И здесь написано, внимание, что, конечно же, внимание мое, что тоже крест в две нити. И типа вот бленды. Поскольку, короче говоря, я решила, что вот эти вот все, допустим, 29, 13 и 14, это плюс. То есть, что как это крест в две нити, а тут три типа указано. Насколько эта ошибка могла быть банальной, и настолько я ее сделала, поэтому решила снять, что эту ошибку может еще кто-то сделать. Но вдруг ему повезет, и он перед этим посмотрит мое видео. Спасибо еще раз Юле. Она мне объяснила, в чем же тут прикол. Действительно, надо вышивать ровно в две нити. Сейчас я вам возьму планшетку и покажу. Вот так вот покажу вам. Вы заметили, да, что 22 и 23 это один и тот же цвет. Но когда я развешивала нитки, и делала я это вечером при освещении комнатном, так сказать, я как-то не обратила на это внимание. И просто я раньше с этим не сталкивалась. То есть я с этим сталкивалась в фирме РТО. Но там было все понятно. Там не было вот такой вот прям. Или была. Ну, в общем, надо посмотреть. У меня еще есть два набора РТО. Ну, так вот, я... Давайте перейдем к работе. Я, конечно же, первый раз, пока я там додумалась набрать Юлю. Во-первых, мне было стыдно такое спрашивать. Но стыдно, это как бы не видно, а видно результат. Вот такой кусочек у меня вышит. Это 4 дня вышивки. Здесь тоже крестики есть. Так вот, я не знаю, как вам так показать. Они просто сделаны... Сейчас вот оно сфокусировалось. Они тут вверх сделаны в одну нить крестиком. И вот, как вы видите, не знаю, заметил ли вы его или нет, но вот эти корявые вот ряд, это и есть буквальное мое понимание того, что написано в инструкции. Но сегодня я уже продолжила. Я, вы знаете, не люблю выпарывать работу. Я не стала тут пороть. Тут не сильно много сделано. Буквально пару рядов. Да, вот видно. Честно говоря, когда я вышивала, я думала, боже мой, это какой-то русский Dimensions, что ли. Ну, в общем, думаю, что-то не так. И вообще тут 16-й каунт. Какие 4 нитки, 3 нитки. Тут 2 еле влазят. В одну все прекрасно. И я сегодня созвонилась Юлия, и вот она мне все объяснила. Точнее, просто акцентируя мое внимание. И я пошла дальше. Так вот это выглядит схема. Я покажу сдалека. То есть, это лист первый. Он сложен в два раза. Ну, я еще половину не вышла. Ну, вот 4 дня. Вот 4 цвета. Кстати, я уже подала заявочку на сайт, который будет работать вместо сколькокрестиков.ру. Сайт называется... Сейчас я посмотрю, потому что я так не помню. Группу... Надо найти в ВК группу семья сколькокрестиков.ру. И там есть тема отдельное обсуждение. Давайте я вам покажу, поскольку у меня все открыто. Вот так вот выглядит шапочка группы. И в этой как раз группе можно попробовать восстановить свой аккаунт, который у вас был на сколькокрестиков.ру. Тут вот... Сейчас я вам покажу. Секундочку. Есть обсуждение. Так. Я сейчас привозу... Сейчас привозу... Вот. Я хочу восстановить свой аккаунт. Там вам надо написать свою электронную почту и ник, который у вас был при оформлении самой записи на том сайте. Сайт теперь будет в розовом цвете. Он более такой девчачий. Приятный дизайн. Ну, это не оттенок в смысле, а стилистика самого сайта. Надеюсь, он будет работать стабильно. Ну, пока я буду выключаться и работу буду откладывать. Но еще повышиваю чуть-чуть перед тем, как буду собирать данный отчет. Заключительная часть отчета. В конце будет вставка прогулки по городу Киеву. Маленькая зарисовочка. И вот я хочу вам показать, что получилось. На данный момент вот тут бленды идут. И пока я эту работу отложила. На данный момент вышито 3525 крестиков. Ну, плюс-минус там пусть будет 5 крестиков, потому что я считаю вручную. хотела сегодня занести все данные на вот этот вот сайт записки хомячка. Но как-то я не сразу оплатила 100 рублей, которые надо были для восстановления аккаунта. То есть я там порядок уже навела. Не оказалось там одного процесса, ну, за такое, который уже завершенный. Ну, в общем, не об этом дело. Дело в том, что я хотела сегодня занести уже все туда, чтобы спокойно себе уже знать, сколько процентов у меня вышито. И хотела вам еще рассказать тонкости, которые были у меня по поводу схемы в последний момент. Сейчас я уберу то, что вышито. Рама арабеска у меня 30 на 40. В общем, ничего не поменялось. Давайте я возьму... Надеюсь, я ничего не закрываю в смысле микрофон, потому что вручную снимаю. Итак, нас интересует вот данный значок. И есть у нас еще вот такой значок. Где он? Вот. И если вы очень внимательно присмотритесь, потому что я, конечно же, зачеркивала синим цветом здесь, эти два значка, то есть разница вот в этом значке... Давайте я на светлом буду показывать, где он тут у меня. Так, вот он, да. Вот. Разница в нем... Вот это вот меняется местами. Как-то так длиннее показать, чтобы оно... Вот она сфокусировалась. Так. Разница только вот цвет меняется. Эта шляпка становится прозрачной, а точка полностью черная. И вот тут внизу эти два значка встретились. Как вы понимаете, это был не полный капец, но для меня это была неожиданность. И что я буду делать? И рекомендую вам, как всегда, немного полезной информации. Значки, которые вас смущают, что они для вас похожи, конкретно для вас, для другого человека, это может быть незаметным. Да, то есть ему это не будет так казаться. Я вот тут значок, который сильно похожий. Один из них просто выделяю по всей схеме. Беру какой-нибудь цветной карандаш и выделяю себе этот кусочек, чтобы в дальнейшем у меня не было никаких проблем. Еще были у меня тут похожие значки, но я уже сейчас так не вспомню. Наверное, это войдет в следующий отчет. Вот целый лист. Это первый лист, первый фрагмент. Вот так вот я веду вручную. У меня спрашивали, как я себе обозначаю. Тем цветом, которым я вышиваю в этот день, я ставлю число, а ручкой я ставлю крестики, которые я подсчитываю вручную. Вы скажете, что зачем тратить время для того, чтобы считать вручную крестики? Для того, для меня лично это понимать, сколько, с какой скоростью я вышиваю в среднем этот процесс. И вы видите, везде есть 500, почти это 600 крестиков. То есть за один вечер идет 600 крестиков. Конкретно в золотом руно. Хорошая скорость. Могу сама себя похвалить. Думаю, девочки меня похвалят. Я пока откладываю эту работу. Пусть она отдыхает. Я уже вышиваю следующее СП. Все у меня на канале вы увидите. Потому что там мне тоже надо завершить определенный, так сказать, кусок работы, чтобы доснять тоже кусочки видео и все вам показать. Я надеюсь, что мой отчет был вам полезен, что вы его смотрите. Желаю всем моим девочкам, которые участвуют в СП, выбирай, вышивай, вдохновение. Тех, кто не выложит в этом месяце отчет, тех будет исключать, по-моему. Потому что там два раза в подряд, если ты не выкладываешь отчет в фотографии, в альбом, получается, что удаление. Хочу убрать сразу волну негатива. Всех вас об этом предупреждали. Вы, когда вступали в СП, вы это все читали, вы это все уточняли. Большинство из вас это все проговаривалось неоднократно всеми четырьмя ведущими СП. И поэтому я думаю, что никаких обид не должно быть. Пусть участвуют те, кто участвует. И в любом случае, если вдруг у вас вы не успели выложить эту работу, отчеты, и вас уже из СП исключили, я думаю, что у вас дома есть еще наборы золотой руны. Можно, наверное, попробовать еще раз, если у вас возникнет такое желание. Просто начинать уже другой набор и параллельно догонять с предыдущим первым блином, который оказался комом. Я желаю всем вдохновения, чтобы у вас все получалось. Схемы очень легкие. Я сама не ожидала. И я очень рада, что у всех большие продвижения. Я уже видела предотчеты. Я очень за вас рада, девочки. Всем еще раз вдохновение. До встречи. А сейчас зарисовка. Пока. Всем привет. Чуть-чуть поснимаю для влога. Кто соскучился по Киеву, кто не был давно в Киеве. Гостиница. Три звезды. Парк называется Пыремога. Раньше это был Парк Победы. Единственный новый памятник поставили. Это ветеранам Отечественной войны. Сейчас я на солнце повернусь. Чуть-чуть покажу. И как-то я так стала неудачно. У нас тут есть еще чертовое колесо. Но из-за крон деревьев или моим углом не получается снять. Вот так вот. Сегодня у нас тут какое-то мероприятие. Скорее всего, что оно уже закончилось. Где для деток показывают пожарные машины. это у нас типа рятувальный чьяк-то так рятувальный загин. Детка может сшает вам полазить по ним. Наверное, воспитывают пожарников новых. Вот так вот. Еще я вам в парке сниму отдельный кусочек. Класс! Марго, ты видишь? Покормим? Это ж местные. Ира говорит, что откормленные белки. Идем, идем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова